Какую работу совершил одноатомный газ, показанную в рисунке процессии? Какое количество теплоты получил газ? Для начала перерисуем рисунок, запишем дано. В условии сказано, что газ одноатомный, следовательно число степеней свободы I равняется 3. Работа газа неизвестна, количество тепла неизвестно. Напишем первый закон термодинамики. Количество тепла Q равняется изменение внутренней энергии плюс работа газом. Напишем формулу для внутренней энергии. Внутренняя энергия U равняется число степеней I, деленное на 2, умноженное на νRT. Напишем равнение клаперона Менделеева PV, равняется масса газа, деленной на малярную массу газа. Все это умножить на постоянную газовую и на температуру T. Количество вещества U равняется масса газа, деленное на малярную массу газа. Эти формулы нужно знать. Воспользуемся первым законом термодинамики. Количество тепла Q равняется изменение внутренней энергии плюс работа газа A. Для начала найдем работу газа. В случае, когда у нас диаграмма ПВН, мы можем найти площадь под графиком. Это будет работа газа. Тогда работа А равняется площади четырехугольника АВЦД. Четырехугольник АВЦД это трапеция. Площадь трапеции равняется полусумы оснований. Это АВ плюс ЦД. И все это умножить на высоту АД. Преобразуем. Тогда у нас получается, что работа А равняется... Одна вторая умножить на скобку АВ это давление 2В0. Плюс ЦД это 4В0. Умножить на АД. АД это разница объемов 6В0. Минус давление в точке А. Это 2В0. Преобразуем. Получается одна вторая умножить на 6В0. Умноженная на 4В0. Посчитав получаем, что работа А равняется 12П0В0. Рассмотрим изменения внутренней энергии. Изменение внутренней энергии ΔУ равняется... Энергия У2 минус энергия У1. Энергия У2 это И деленное на 2. Условие И равняется 3. 3В2 НУРТ2 минус энергия У1. Это 3В2 НУРТ1. Воспользуемся уравнением клаперона Менделеева. Давление П1 объем В1 равняется... Масса деленная на малярную массу, умноженная на постоянную газовую и на температуру Т. Преобразуем ее, подставив туда количество вещества НУ. Тогда у нас получается НУРТ1. Разведение П2В2 будет равняться НУРТ2. Подставим наши НУРТ1 и НУРТ2 в изменение внутренней энергии. Тогда у нас получается, что изменение внутренней энергии Дельта У равняется... 3В2 умножить на НУРТ2. Это П2В2. Минус 3В2 НУРТ1. НУРТ1 это П1В1. Тогда у нас получается 3В2 П1В1. Подставим наше обозначение. Получается 3В2 умножить на П2В2. П2 это 4П0. В2 это 6В0. Минус 3В2. П1 это 2П0. В1 это 2П0. Заметим, что мы можем сократить. Сократим. Тогда изменение внутренней энергии Дельта У будет равняться... 36П0В0. Минус 6П0В0. Посчитав получаем 30П0В0. Соберемся воедино. Подставим изменение внутренней энергии и работу А, которую мы получили ранее. Выражение для количества тепла. Тогда количество тепла Q равняется... Изменение внутренней энергии это 30П0В0. Работа А это 12П0В0. Посчитав получаем 42П0В0. Запишем ответ. Работа газом А равняется... 12П0В0. Количество тепла Q равняется... 42П0В0. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует. Поехали. Продолжение следует...